Какие проблемы появились на общей дороге из-за грузовых машин со стройки Вайлдберес? Влад Упердор нашел недостатки, связанные с работой подрядчика, занимающегося строительством хаба крупного маркетплейса. Напомним, стройка ведется с 5 июня, а вот организованного подъездного пути к ней нет и по сей день. Речь о логистическом центре Вайлдберес размером 173 тысячи квадратных метров. Строительство хаба ведется в Собинском районе, недалеко от деревни Хрястова. Складские помещения возводят день и ночь, при этом о подъездных путях заранее почему-то не позаботились. В итоге транспорт с десятками тонн стройматериалов начал ездить по дороге общего пользования между деревнями Хрястова и Угор. Жители стали замечать, что дорожное покрытие портится все больше с каждым днем, а обочин уже просто нет. С ответами Министерства транспортного и дорожного хозяйства о том, что дорога находится в нормативном состоянии, люди были в корне не согласны. Дорога начала вся трескаться и в ямах, и поэтому в нормативном состоянии она не находится. Обочину вообще нам никто никогда не делал. Разве это обочина? Это не обочина? Какой это норматив? Ну пусть они тогда нам покажут эти нормативы, что она у нас соответствует. Как сообщили в официальном ответе Регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства нашему телеканалу, сроки строительства подъездной дороги близ деревни Конина 2023-2024 года. Ответила нам и администрация Собинского района. Там уточнили, полноценный подъезд к стройке должен появиться до конца этого года. Работы по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктуры площадки «Валдберес» начаты администрацией Собинского района в декабре 2022 года. С этой целью после проведения конкурсной процедуры 2 декабря 2022 года был заключен муниципальный контракт с победителем конкурса ООО «ФСК «Монолит». В соответствии с разработанным проектом осуществляется строительство подъездной автомобильной дороги между деревней Конина и деревней Хрестово к площадке «Валдберес». Работы подходят к завершению. Срок завершения работ по контракту 10 декабря 2023 года. Как сообщают в Минтрансе, Влад Упердор осмотрел дорогу общего пользования, проходящую между деревнями Хрестово и Угор, еще в конце октября, перед тем, как на место выехала наша съемочная группа. Дорожники выявили так называемые недостатки в ходе работ подрядчикам. Среди них складирование стройматериалов и инструментов в непосредственной близости к проезжей части, загрязнение дороги, стройтехникой и более существенные. Разрушение кромки проезжей части и обочин дороги, вызванных движением техники, задействованной в строительстве комплекса. Организованы незаконные съезды к строительной площадке без согласования с ГБУ Влад Упердор, как баланса с содержателем обозначенной дороги. На проезжей части и обочинных дороги организована стоянка личного автотранспорта работников, занятых в строительстве складского комплекса. Таким образом, не обеспечен разъезд встречных транспортных средств. По сути, на все вышеперечисленное и жаловались местные жители. В адрес компании подрядной организации ООО «Девелопмент» было направлено письмо об устранении нарушений. Обращение направили в управление ГИБДД области в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения стройки. К слову, состояние дороги в целом было все-таки оценено как нормативное, поэтому ее реконструкция не предусмотрена впредь до 2027 года. А вот в ходе обследования дороги Собинской администрации вопросы возникли только к загрязнению проезжей части грузовыми машинами. Когда именно власти проводили осмотр, сказано не было. Поэтому остается только догадываться, либо ранее направленное представление подрядчику было выполнено не до конца, либо отдельные пункты местные власти не сочли за нарушение. Зато в администрации рассказали о вот такой договоренности с «Маркетплейсом». Совместно с представителями компании «Валберес» достигнута договоренность о систематической очистке полотна дороги от грязи, а также ускорению работ по асфальтированию подъездных путей к площадке «Валберес». Данные работы подрядная организация обещала выполнить в течение двух недель. Напомним, в процессе съемок дорожники сообщили нашему каналу, что в их планы с учетом благоприятной погоды входило достроить альтернативный подъездной путь к стройке уже к 23 ноября. Когда все-таки жители деревень смогут получить главный подарок к Новому году? Спокойное и комфортное передвижение по своей дороге и ее приличное состояние станет известно уже к декабрю. Маргарита Бычкова, 6 канал.